Бернардино Луини. Кто он? Гений стилизации или талантливый мастер, работы которого путают с работами самого Леонардо да Винчи? Кто написал полотно за 450 миллионов долларов? И что мы сегодня знаем о самом ярком последователе великого Леонардо? Здравствуйте, друзья! Предлагаю сегодня поговорить о северо-итальянском художнике позднего возрождения, одном из самых известных последователей и учеников Леонардо да Винчи Бернардино Луини. Ну, конечно, строго говоря, он не был учеником Леонардо, он не числился в его школе, он не сопровождал его, но, конечно, свое поклонение Леонардо да Винчи, свое понимание его с Фумато, он явно выражал в своих работах и своей технике. Вообще о нем известно достаточно мало. Мы знаем, что он родился в 1480 году, умер в 1532 году, жил в Милане, предположительно, имел очень большую мастерскую, потому что работ, которую он сделал, огромное количество. Очевидно, что, конечно, творчество Леонардо оказало на него очень сильное влияние. Работа, которая приписывается ему, это ярко, четко, понятно, видно. Спорят о его раннем творчестве, так как эти картины очень сильно отличались от тех, которые он написал позже, когда уже познакомился с технологией, с техникой Леонардо. Одной, наверное, из самых необъяснимых его работ считается Соломея с головой Иоанна Крестителя. Это примерно 1525 год. В чем ее загадочность? По сюжету, эта девушка только что стала свидетелем убийства, казни. Ей протягивают голову Иоанна Крестителя, она протягивает к нему поднос, но на ее лице ни намека на то, что она переживает, на ее страдания, вообще на какое-то ее отношение к происходящему. Лицо безмятежно, прекрасно, оно чисто, как у ангела, намек на полуулыбку. Но это такое нежелание Соломеи выдавать свои эмоции, оно вызывает, конечно, удивление. Возможное дело, конечно, в самом художнике, который в этот период заботился исключительно о гармонии и красоте произведения. Может быть, так выражается потребность улыния в согласии и гармонии. Мы можем только догадываться. Но факт остается фактом. На картине девушка с отрубленной головой на блюде, никаких эмоций. Работа тоже написана темперой на доске. Говорим о том, что вот именно на деревянной доске часть работы мы проводим тоже темперой. Эти материалы используются. При правильной подготовке и работе картина, как вы видите, может сохранять столетиями свое качество. В своем творчестве, конечно, Уинни очень много обращался к библейским сюжетам. Десятки картин, по поводу которых спорят и не знают, кому точно прилежит авторство Уинни или да Винчи. Просто вот он был невероятный стилизатор. Невероятно смог вобрать в себя нюансы технологии великого итальянца и воплотить их в жизнь. Уинни взял внешний типаж леонардовской красоты, такую нежность, грациозность, спокойные такие женские образы, обязательно загадочные улыбки. По легенде говорят, что Леонардо, рассматривая одну из копий своих картин, которые выполнил Уинни, будто бы сказал, что сам он не смог бы написать лучше. Есть еще много легенд. В 1925 году Бернардино начал роспись фрески в монастыре Санта-Мария делеграция. Для выбора натуру Уинни принял решение собрать какой-то девушек, какое-то количество, чтобы отобрать лучшую, с которой он будет писать Мадонну. Выбрал какую-то бедную девочку, которая ему понравилась, несмотря ни на что. Любовь закончилась тем, что он уехал, но на прощание она подарила ему какой-то ликер с ароматом горького миндаля. И теперь этот ликер называется Амаретто. Легенда, правда, все это конечно. Но если о человеке создают легенды, это в принципе надо заслужить. Не о многих людях рассказывают легенды и анекдоты. Вот еще такой современный какой-то факт. Спорная картина, продана за огромную сумму денег. Приписывается Леонардо да Винчи, Спаситель мира, Сальватор Мунди. Продали. Через 9 месяцев какой-то ведущий искусствовед Оксфорда заявил, что и автор не Леонардо, а предположительно значительную часть работы выполнена Бернардино Луини. Было проведено множество исследований, спор до сих пор не утихают. Доподлинно неизвестно, действительно это так или не так. Но мы точно знаем, что это не первая, не последняя такая картина спорного автора. Например, полотно Святая Катерина поступил в Эрмитаж как произведение Леонардо да Винчи. Уинни часто повторял темы и типы Леонардо. Он виртуозно передавал с ума мягкую дынку святотени, окутывающую предметы. Эта картина выполнена в темных, коричневых, золотистых тонах. Она была приобретена Александром Первым, выкупленная из какой-то частной коллекции. Но в 1864 году было определено, что это все-таки Луини. Тоже интересно, тоже все-таки написал эту картину. Кто тот человек, который решил, что это написал не Леонардо, а Луини? На чем он основывался? Мы сейчас, наверное, и не узнаем. Луини часто изображает своих героев на темном фоне. Это такой миланский подход. Вот портретное искусство изображения на темном фоне. И вот эта миланская школа, вот этот темный фон, очень часто использовала, потому что она помогала как раз создавать этот эффект сфумата очень легко. То есть вытягивая из темноты изображение, давая его максимальный объем, играя при этом со светом. Этим потом пользовался и Леонардо, и другие художники. Один из них был Луини. Говорят, что его живопись какая-то наивная, детская, но основана на копировании Леонардо. Это как бы не считается не очень хорошо, особенно в современности, когда важно в любом искусстве это свое я проявить максимально в жестких формах. Мы же, конечно, привыкли обращать внимание на красоту, на аккуратность, на красоту и живость кожи, на одежде великолепные. Обычному человеку это очень нравится. Но, тем не менее, именно Гуини, конечно, ближе всех последователей, смог подойти к технике Леонардо. Да, конечно, вот уникальности, наверное, ему не хватает, но тот факт, что его работы путаются с работами великого итальянца, уже говорит о том, что это живописец высокого мастерства, как минимум технологического. Как бы там ни было, он по праву занимает свое место в истории живописи. На этом все. Если вам было интересно, ставьте лайки. Надеюсь, наше видео было для вас полезным.